Ложный вызов. Правоохранительные органы проводят проверку ложных сообщений о минировании объектов массового пребывания людей. Однопроцентная ипотека в действии. Более 55 миллионов рублей субсидий на 173 кредита перечислена по данным Московского индустриального банка на однопроцентную ипотеку жителям Ненецкого округа. Магазин в шаговой доступности. К концу лета в районе улицы Авиаторов завершится строительство торгового центра. Оленевод из Ненецкого округа направил Сергею Коткину в видеообращение. Илья Литков просит депутата Госдумы помочь ненецким школьникам в изучении родного языка. Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирина Никешина. Здравствуйте! Правоохранительные органы Ненецкого округа проводят проверку анонимных сообщений о минировании объектов, в результате которых сегодня была приостановлена работа школ города. По информации Пресс-службы регионального управления ФСБ России по Архангельской области, 30 января 2019 года на электронную почту организаций и учреждений Архангельской области ИНАО поступили анонимные сообщения о минировании объектов. Правоохранительными органами совместно с органами власти Архангельской области ИНАО проводится проверка поступившей информации. Ненецкий округ стал не единственным субъектом, который получил ложное сообщение. В Кремле прокомментировали, что это наказуемое деяние. Специальные службы работают над этим. На окружных дорогах за прошлый год совершено 33 дорожных происшествия, в которых пострадало 34 и погибло 3 человека. Такие данные озвучили сотрудники ГИБДД на итоговой пресс-конференции. Больше всего пострадавших, а именно 11 человек, отмечено при наезде на пешеходов. Погибло при этом 2 человека. Тему продолжит Александра Литкова. Пьянство за рулем, выезд навстречу, не пропустил пешехода на переходе и еще много факторов, которые стали причинами серьезных происшествий на городских дорогах. Села округа тоже не отстают. За прошлый год там пострадали в ДТП 10 человек. На дороге Наринмар-Красная и Наринмар-Усинск ранено трое, один погиб. Основными нарушениями правил дорожных движений страны-водителей, проводившихся в совершении дорожных происшествий, явились у нас нарушения правил расположения транспортных средств на проезжей части. По этой причине, по этому нарушению, у нас зарегистрировано 12 происшествий. Выезд на полустречные движения у нас 3 происшествия зарегистрировано. Несоблюдение очередности проезда перекрестков 3 происшествия. Происшествие нарушения правил проезда пешеходного перехода – 3. Само нарушение правил дорожной части как неприменения ремней безопасности у нас привело к увеличению тяжести последствий. Что касается пешеходов, в 2018 году за переход дороги в неположенном месте оштрафованы 164 человека. Пострадали 11, погибло двое. По словам полицейских, наезды происходят в основном по вине самих пешеходов, особенно в темное время суток. Ну, хотелось бы еще пешеходам сказать, когда они переходят в первую часть, нарушение не только пешеходам является то, что он прошел в неположенном месте, либо шел по обочине, не по тротуару. Также идет то, что они в наушниках ходят все у нас, молодые люди, они все с музыкальными колонками, с наушниками и не обращают внимания при переходе в первую часть, даже на пешеходном переходе, не убеждаются уступая длинным автомобилям, потому что бывает такое, что водитель не успевает затормозить, а пешеход затошел. В основном, вот эти ДТП, это у нас с наездами пешеходов так и произошли на пешеходном переходе. Шесть ДТП зафиксировано с участием несовершеннолетних. Столько же и пострадало, в том числе и юные мотоциклисты. В связи с этим сотрудники ДПС напоминают об ответственности родителей за езду их детей без права управления. Это относится к мотоциклам, мопедам и скутерам. За неимение водительского удостоверения, либо категории, потому что многие ошибаются, ездят с категорией А1 на транспорте, которая предполагает категорию А2. Там тоже идет штраф от 5 до 15 тысяч рублей, и статья будет не имея права управления. То есть смотрится начальником, либо замначальником ГИБДД, и если будут повторные попадаться, то там уже будет сумма штрафа фиксироваться. Мотоцикл ставится обязательно на штрафстоянку. Он должен быть, естественно, зарегистрирован на Министерской полисе, САГО. Должны быть все документы приведены в порядок. В качестве профилактики дорожных происшествий госавтоинспекции в прошлом году было проведено 49 мероприятий, таких как свет, тонировка, должник и другие. Особое внимание полицейские уделяют профилактике детского дорожного травматизма. В течение года, например, перед летними каникулами, начало сезона учебного, когда дети отдыхают, немножко забывают соблюдать правила дорожного движения. То есть мы такими мерами стараемся напомнить правила дорожного движения и повлиять на то, чтобы именно в такие сезоны дети не дали нам как бы рост детского травматизма. То есть распространяем, например, если это тёмное время, светоотражающие элементы стараемся в городе распространить как можно большему количеству людей, детям особенно, ну да, родителям, которые с детьми идут, у которых нету этих светоотражающих элементов. Ещё одним действенным методом по профилактике ДТП полицейские называют комплексы фото- и видеофиксации движения на дорогах. В местах их расположения ДТП не зарегистрированы. В основном нарушения касаются превышения скорости. За это оштрафовано более 7 тысяч водителей на общую сумму чуть более 3 миллионов рублей. Всего таких комплексов на территории города – 11. Отмечается, что вот последние уже 4 года в местах зонных контроля этих комплексов у нас дорожно-дранспортные происшествия не зарегистрированы. Это очень позитивно, очень даже хорошо воздействует на состояние варенства на территории города. Но при этом отмечается, как и по всей стране отмечается, у нас почему-то идёт рост фиксации нарушений. Из дня в день у нас идёт увеличение количества выявляемых правонарушений. Почему это, как это, из-за чего это так происходит, к сожалению, мы пока не можем разобраться. В целом ситуация на дорогах округа остаётся стабильной. Число ДТП и других нарушений остаётся на уровне прошлых лет. Пять учреждений и частных медорганизаций Ненецкого округа прошли независимую оценку. Результаты исследования, полученные в январе текущего года, озвучены на Общественном совете при Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения. На основании мнений пациентов составлен рейтинг медицинских организаций региона. В результате среди учреждений амбулаторного типа рейтинг возглавила Ненецкая окружная больница. На втором месте – центральная районная поликлиника Заполярного района. Далее в рейтинге – центр Санавита, Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника и стоматология Фёдоров. Результаты проведённой независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере охраны здоровья не выявили наличия каких-либо острых проблем в сфере оказания услуг. Тем не менее, ряд пациентов отметили необходимость проведения ремонта и замены материально-технического оборудования в некоторых учреждениях. Кроме того, по мнению пациентов, не во всех учреждениях полностью созданы условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Посетители учреждений дали конкретные пожелания по улучшению качества оказания услуг. Предложения и замечания жителей будут отработаны руководством учреждений. Заседание постоянной комиссии собрания депутатов округа по экономической политике и бюджету состоялось сегодня в окружной администрации. В частности, депутаты рассмотрели изменения в некоторые статьи закона о бюджетном процессе в Ненецком округе. Заслушали доклады об исполнении решений, принятых по итогам рассмотрения проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 года. В частности, согласно докладу руководителя Департамента финансов и экономики Татьяны Лагвиненко, налоговые льготы, действующие на территории Ненецкого округа, признаны эффективными. Они применяются к трем нефтедобывающим организациям, работающим на территории региона. Действительно, налог на прибыль для определенных групп снижен с 13,5 до 12,5. Пользуются этой льготой три организации – Лукойл, Роснефть, Росвет, Петро. Значит, выпадающие доходы выросли у нас в 2017 году по сравнению с 2016 на 199 миллионов или 44%. И сейчас выпадающие составляют 453 миллиона. В прошлом году в бюджет поступил 1 миллиард 600 миллионов рублей федеральных средств. В этом году уже включено 900 миллионов и 800 миллионов рублей планируется ввести поправками в бюджет. Кроме того, планируется усилить работу по включению инвестиций других субъектов. В связи с этим будут возможно квотирование рабочих мест на нефтяных месторождениях для местного населения. Кроме того, в этом году планируется создать центр поддержки экспорта. По словам Татьяны Лагвиненко, вопрос в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение собрания депутатов. Это позволит в том числе создать дополнительные рабочие места для местных. Центр поддержки экспорта. Экспорт в основном – это продукция агропромышленного комплекса, в том числе и Ленина. Поэтому мы, допустим, за счет федеральных средств создаем этот центр, три человека, и они будут работать непосредственно с российским экспортным центром. В 2019 году запланированы средства на продолжение инвентаризации природных объектов. В частности, планируется рекультивировать свалки, объекты экологического вреда. В прошлом году за счет средств окружного бюджета было ликвидировано объект накопленного вреда. Это территория бывшей медистанции Балаванский нос, в результате чего была очищена площадь порядка одного гектара. Мероприятия по регуляции свалок на Риммаре и поселке Скателе, площадь которой составляет 24,2 и 10 гектаров, уже вышли в федеральный проект, чисто страна. Ведутся работы по разработке проекта смертной документации по рекультивации данных свалок. В рамках работы экономической комиссии Валентина Саутина, заместитель руководителя департамента строительства, отчиталась перед депутатами о том, как идет работа по предоставлению участков под жилищное строительство на территории Неницкого округа. У нас на сегодняшний день по муниципальным образованиям 189 земельных участков имеется, по мнению, муниципальных образований. Из них подготовлены, которые не требуют отсыпки, но где-то необходимо будет провести газ, где-то электричество. Такие работы, которые реально выполнены в муниципалитетах, это всего 50 участков из 189. Таким образом, в прошлом году было подготовлено 14 участков в городе, в селе 10. Ожидается, что в этом году в городе будет введено еще порядка 7 участков под индивидуальное строительство. В населенных пунктах 10-15 участков. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал Север. Также предложено разбить выдачу кредитов на календарный план. В рамках этой запланированной суммы и будут выдаваться ежемесячные кредиты. Это позволит урегулировать процесс кредитования по 1-процентной ипотеке. На улице Авиаторов уже этим летом откроется новый торговый центр Наринмарского городского потребительского общества. На сегодняшний день здание готово на 80%. Выполнен основной объем работ. Подведены тепло, водопровод и канализация. Завершается прокладка электропроводки. Из внутренних работ строителям также осталось провести вентиляцию. На объекте побывали вице-губернатор Евгения Калашник и представители профильного департамента. На сегодня у нас тепло подведено, электрика уже заканчиваем, канализация у нас тоже уже подведена, водопровод у нас проведен. Значит, все это у нас уже находится в стадии готовности. Мы все сдали уже по КТС, они нас приняли уже как потребителей. Торговый центр площадью полторы тысячи квадратных метров Горпо строит полностью за счет своих средств. С начала строительства уже потрачено 60 миллионов рублей. Это, можно сказать, что первая такая стройка, потребка операции вот здесь на севере. И строим мы за счет своих средств. Очень бы хотелось, конечно, чтобы администрация округа, администрация города как-то обратили внимание и хоть немножко нам помогли. Может быть материально, может быть какими-то, я тебе говорю, другими средствами, потому что действительно в наше время строить очень сложно при снижении покупательского спроса в других магазинах. Вот то, что эти самые, поэтому, я говорю, конечно, очень бы хотелось, чтобы все-таки как-то финансово нам помогли немножко сейчас, чтобы быстрее закончить этот объект. В любом случае магазин планируется открыть летом. Заодно провести благоустройство прилегающей территории. Кроме торговых площадей, в здании будет расположена парикмахерская и закусочная. Я думаю, что с учетом того, что в районе не сильно обеспечено таким помещением, в котором население могло бы приобрести и получить как товары, так и услуги, я думаю, что это будет очень хорошее подспорье для населения, проживающего в данном районе. И если мы еще решим вопрос с таким комплексным обеспечением населения местной продукции и сформируем некую кооперативную сеть, это было бы прекрасно. Открытие нового торгового центра позволит трудоустроить не менее 40 жителей округа. Это и операторы, продавцы, кладовщики и работники общественного питания. По словам Светланы Паюсовой, обучение будет проходить непосредственно на месте, а также посредством дистанционного обучения в Архангельском кооперативном техникуме. Кроме того, сейчас ГАРПО ведет переговоры с Центром занятости населения. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Оленевод из Ненецкого округа направил Сергею Коткину в видеообращение. Илья Литков просит депутата Госдумы помочь ненецким школьникам в изучении родного языка. Видеообращение на ненецком языке было передано депутату председателям Союза оленеводов НАУ Владиславом Ваучейским. Сергей Николаевич, очень большая просьба к вам, уважаемый Сергей Николаевич, чтобы в школах округа наши дети изучали ненецкий язык, чтобы сохранялись культура и традиции нашего народа. Надеемся, что молодые ненцы, которые будут знать родной язык и культуру, после учебы в городе будут охотнее возвращаться в тундру к традиционной деятельности оленеводов и пасти наши многочисленные стады оленей. Такое обращение поступило в адрес депутата Государственной Думы от Ненецкого округа Сергея Коткину от оленевода СПК ЕРФ Ильи Литкова. Его слова не безосновательны. В последние годы родной язык ненцев преподается как факультатив. Дети оленеводов после школы предпочитают оставаться в деревне или в городе. А говорят, на ненецком в основном жители тундры в возрасте за 40 лет. Первое, что нужно сделать, вот то, о чем я говорил, это то, чтобы ребятишки, молодежь своим языком гордилась. Вот я много с ними общаюсь, особенно на своей родине, на Западе. И вот мало знаю, сколько не пытаюсь, но несколько слов. Я больше знаю иногда на ненецком языке, больше слов знаю, чем вот они вроде бы должны бы знать. С молоком матери должно бы это прийти. Поэтому самое главное, на мой взгляд, нужно пропагандировать необходимость изучения языка, чтобы они почувствовали внутри себя, всеми фибрами своей души, что это их родное. По словам депутата, ненецкий язык в округе на сегодняшний день сохраняется и на должном уровне. Необходимая работа в этом направлении ведется. Уже приняты поправки в закон об образовании, в которых говорится о том, что если есть хоть один ученик в школе, желающий изучать родной язык, ему будут предоставлены для этого все условия. Мы сейчас приняли решение, кстати, мы обратились к председателю Государственного дома, Володину Вячеславу Викторовичу, с тем, чтобы в целом проанализировать законодательство по коренным малочисленным народам Севера. Мы подключили один из ведущих научно-исследовательских институтов Российской Федерации, заказали научно-исследовательскую работу от Государственной Думы и уже получили предварительные данные, дали нам труд порядка 600-700 страниц. Очень подробный анализ, очень конкретные предложения, которые они считают нужным внести в федеральное законодательство. Кроме того, депутаты обратились к правительству с тем, чтобы был создан Федеральный фонд по поддержке, сохранению и изучению родных языков. В декабре прошлого года президент России издал указ о создании данного фонда. Сейчас он формируется. В рамках работы этого фонда в учебных заведениях появятся программы и учебники для изучения родного языка. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Такова информационная картина к этому часу. Напомню, наши новости можно увидеть на сайте www.trksever.ru Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...